Всем привет! Меня зовут Лена и в этом видео я буду готовить блюда из спаржи. Сейчас лето, жара и не хочется возиться на кухне и долго что-то готовить. Поэтому я решила приготовить спаржу, которая очень быстро и легко готовится. И к тому же еще она очень полезная. Рецепт я оставлю внизу под этим видео в описании. И хочу вам показать еще один овощ, который в интернет рецептах, да и на ютубе тоже часто называют спаржей. Но на самом деле это совсем не спаржа, а стручковая фасоль. Но давайте вернемся к спарже. Вот такую я купила спаржу. И кстати на обратной стороне упаковки указано сколько времени ее нужно готовить. Для запекания нужно 6-8 минут. У спаржи есть твердый стебель, который нужно отломать. Сверху спаржа мягкая, а внизу твердая. Между мягкой частью и твердой есть стык. При сгибании он отломается. Если эту часть не отломать, то после приготовления спаржи эта часть будет твердая и ее будет тяжело пережевывать. А если вы будете готовить спаржу долго, чтобы эта часть стала мягкая, то тогда основная часть спаржи станет слишком мягкая и потеряет свои полезные свойства. Поэтому лучше отломать или можно отрезать ножом. Чеснок я уже почистила и с помощью чеснока-довилки выдавливаю его в растительное масло. Добавляю приправы. Вы можете добавить любые ваши любимые приправы. Солю, перчу. Выдавливаю лимонный сок. Убираю косточку, которая упала с лимона. Перемешиваю до однородности. Я буду использовать вот такой вот веганский сыр. Я его уже вам показывала в рецепте веганской итальянской пасты. Он уже натертый. Если вы не веган, то используйте ваш любимый твердый сыр. Противень застилаю пергаментом и выкладываю на него спаржу. Спаржу я уже помыла и обсушила бумажным полотенцем. Смазываю спаржу соусом. Посыпаю сыром. Отправляю в духовку на 6-8 минут. А тем временем нарезаю укроп. Блюдо из спаржи готово. Перекладываю на тарелку и посыпаю укропом. Можно кушать как самостоятельное блюдо, так и с гарниром. Например, с картофелем или с бататом, с рисом, с гречкой. Смотря что вам больше нравится. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Я вам всем желаю хорошего дня и пока!